Григорий Яковлевич Белоцерковский Актер Могилевского областного драматического театра Народный артист Беларуси Впервые вышел на сцену в школьной постановке в 15 лет Всего сыграл более сотни ролей в театре Мои родители, отец и мама, царство им небесное, они с Украины Мама из-под Киева, а отец он харьковчанин, коренной То есть от рождения родители там жили и все Но я так думал, как мне дед мой по маминой линии говорил Что это от Белой Церкви, это тоже где-то там в районе под Киевом Вот так что глубже я не знаю Знаете, говорят, звание это не должность Так вот для меня это не должность Для меня это прежде всего признание зрительское Вот, и то, что это подписано Лукашенко Указ этот Это еще раз это подтверждает Я сам минчанин Это 11-я школа Поселок тракторного завода 11-я школа По-моему, 6-й класс У нас русалка, учительница по-русскому Она вела драматический кружок в школе И вот я туда пошел по собственной инициативе Никто меня туда не тащил Я всем занимался И я хотел быть после школы и хирургом, и физиком Но пошел вот в артисты Сначала я учился в политехническом Поскольку мама с папой сказали только через наш труп в театральный Вот я ушел из школы в 8-м классе Пошел в вечернюю школу на завод на тракторный И там в то время давали направление Я пошел, почти закончил То есть 4 года я отучился Я почти закончил Как оно называется Обработка металлов давлением Технолог Был бы, если бы не ушел Я когда ушел в вечернюю школу Я пошел в народный театр тракторного завода Мы играли спектакль в Минске Я не помню в каком доме культуры уже Не помню сейчас И меня увидел Димсей Чарлов На этом спектакле Он пришел за кулисы и сказал Хочешь, поступай Я тебя возьму Вот и все Я пришел домой и сказал Все Жесткое и жестокое Жесткое в том плане, что ты Какой бы ты ни был артист Хороший, плохой Ты лицо подчиненное на площадке Подчиненное режиссеру Подчиненное автору пьесы Ну то есть масса всяких дел Вот А жестокое, потому что профессия не прощает измены Если ты где-то Ну в чем-то предал профессию Не важно в чем Она мстит очень сильно Он Законодатель, не законодатель Но не важно Он основатель метода Ну хотя бы собиратель пускай Не совсем основатель Но пускай хотя бы собиратель То есть он метод этот сформулировал Люди Особенно молодежь Стали мыслить быстрее То есть они не Клипово, как сейчас принято говорить То есть раз-раз-раз-раз-раз-раз И вперед-вперед-перед-перед То есть сейчас уже играть так, как я Допустим, когда я пришел в театр В 69-м году Вот, кстати По Станиславскому По методу То есть Услышал Воспринял Оценил И действую Да? Уже сейчас так Так уже уснут Зрители в зале Будоражить надо все время А будоражить Вот В таком темпе Уже сегодня Нельзя Школа меняется Если бы она не менялась То театр бы давно был умер Минусы в том, что Мы в основном варимся В собственном соку Ну, то есть мы мало ездим Мало видим А плюс в том, что Здесь больше возможностей для Ну, я не знаю Правильно ли это сказать так Но для Самообразования в смысле профессии По началу, когда Мы только собирались Ее брать к постановке Это было боязно Очень, конечно Боязно Все А потом Один человек Которого я очень уважаю Он мне сказал Гриша, ты знаешь Ты возьми Отстранись от того Что ты играешь Бога Играй человек И все стало сразу На свои места Если поддаться Этому чувству То надо, конечно Спектакль списывать Потому что все Играть уже невозможно Как только ты принимаешь Это что Ой, как мне это надо Все Надо списывать спектакль Но профессия наша Такова Раз спектакль не списан Значит, надо искать Какие-то В себе И в роли Искать какие-то Зацепки Чтобы она И сегодня Становилась То есть Чтобы и сегодня Было ее Интересно играть Хороший вопрос Это как по Шекспиру Да? Вся жизнь театра И мы в нем актеры Нет Я не думаю Что я что-то играю В жизни В жизни я Сам Другое дело Что Профессия накладывает Определенный Отпечаток На характер Вот допустим У нас есть Такой Неписанный закон У актеров Приходишь Когда Ну На работу Вот к дверям Подошел Театр Открыл двери И все Что Касается Быта Там Личных дел Каких-то Все это Остается на пороге Сошел в театр Ты артист Вот это Другой Разговор А Так в жизни Я ничего не играю Каждая пьеса Там Каждая сцена Это определенная история И вот Когда ты эту историю Берешь Принимаешь Там Предлагаемые обстоятельства Ну Это Чисто Профессиональные Такие Понятия Но Если ты эту историю Принимаешь на себя То есть Ты Говоришь Хорошо Давайте Я буду играть И Вот Чем свободнее Чем ты больше В это веришь А значит Тем более Ты заразителен Включается Фантазия Включается Все что угодно Включаются Зоны Внимания Другие Совершенно Потому что Ты эту историю Определенную Не жизненную Не свою Историю А историю Вот эту вот Которую тебе Предлагают Ты ее принимаешь И ты начинаешь В ней существовать Существовать Вот это и есть Импровизация В кино Есть возможность Переснять Сделать дубль То есть добиться Того чего нужно Прямо тут На площадке И потом Это Запечатлевается И оно Как ролик Вот По телевизору Мы видим ролик Крутится 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 Одно и то же Одинаково Дальше А каждый спектакль Это новый спектакль То есть Все зависит От настроения От этого Существует рисунок Определенные рамки В которых ты существуешь Но в этих рамках Как вы говорите Импровизация Важна или нет Ты все время Импровизия Потому что ты Сиюминутно Существуешь Я считаю Что если В артисте В актере Нет Ну я уже не говорю О чувстве юмора Юмора Нет вот этого Момента Куража То он вряд ли Что-нибудь добьется Ну большого Хорошего Всегда В самой серьезной Роли Должна присутствовать Ирония Ирония Чисто человеческая Моя По отношению К образу По отношению К себе По отношению Потому что Иначе Это все Сухо Как-то Плоско А так Появляется Какой-то Контрфон Такой Есть такой фильм Золушка Старый фильм С Жеймо С Гариным Вот И там Гарин Все время говорит Все Скидывает парик Я не буду Королем Я не буду Все Я ухожу Я ухожу Я ухожу Бывают конечно Но потом поднимаешь Парик одеваешь Пошел дальше Зритель идет в театр Для того чтобы Что-то получить Ну то есть Я имею ввиду Не в смысле Для головы Там Познаний Каких-то А получить Энергетически Там Эмоционально Там Всякое И вместе с этим То есть получая Он и отдает То есть понимаете Вот такой Круговорот Зритель может Это не формулирует Многие не формулируют Для себя Но так оно и есть Мы это очень чувствуем Вот со сцены Когда мы что-то туда посылаем Оно Нам возвращается Уже через Реакцию зрителя Так что Я думаю Что это такой вид искусства Который Он основан Он основан на На эмоциональном Взаимодействии Между Сценой И зрителем Поэтому Он не может пропасть Это очень заразительно Редактор субтитров Корректор А.Егорова Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова